Завершился учебный год, прозвенели последние звонки. Теперь основное внимание всех уделяется к издаче ЕГЭ и ОГЭ. Накануне экзаменов наши корреспонденты встретились с начальником районного управления образования Абдуллой Абдулаевым и попросили ответить на ряд вопросов. Абдуллаев, только что завершился учебный год, практически во всех школах прошли линейки, посвященные последнюю звонку. Когда они прошли? Во-первых, поздравляю всех учителей, учеников, родителей с окончанием учебного года. 23 мая во всех образовательных учреждениях прошли последние звонки. Ну, вы знаете, бывает обидно, бывает так неприятно, когда прошаешься с детьми, которые 11 лет вместе с ними встречался, здоровался и проводил весь день. Были такие конечные моменты, это обычные явления, нам каждому это известно, мы тоже являемся выпускниками каких-то годов. Во-вторых, все прошло организованно, без всяких эксцессов, без всяких таких непредвиденных мероприятий. Были за что мы благодарны работникам райотдела, принимали участие, принимали участие также главы сельских поселений на этих праздничных мероприятиях. Я думаю, и в таком же порядке мы перейдем и к другим образовательным процессам в Хасвальтовском районе. Вот скоро единый государственный экзамен, ОГЭ, ЕГЭ, как мы называем, и выпускники 11-9 классов будут экзамены. Вот какова подготовка к этому важному мероприятию? Вы знаете, прежде чем перейти о подготовке, я бы, наверное, сказал бы, чтобы наши жители были информированы, что такое ОГЭ, что такое ГИЭ, что такое ЕГЭ. ГИЭ это в целом государственная итоговая аттестация, где подразделяется на ЕГЭ и ОГЭ. ЕГЭ это единый государственный экзамен, а ОГЭ это основной государственный экзамен 9 классов, ЕГЭ это 11 классов. Ну, мы как знаем уже в течение, уже последний, с 2007 года, ЕГЭ является единственным способом оценивания достижений знаний ребенку, и которые ему дают право после успешной сдачи при наборе необходимых баллов поступить в правовыщие учебные заведения во всем Российской Федерации. И ОГЭ это, опять-таки, выпускной экзамен девятикласснику, который ему дает право поступить в среднее учебное заведение. Среднее специальное учебное заведение. Среднее специальное учебное право и так далее, колледжи и так далее, и так далее. Да, вы знаете, ежегодно обновляется и усовершенствуется порядок сдачи, что единого государственного экзамена, основного государственного экзамена во всей Российской Федерации. Это регулирует федеральный закон об образовании, который проводит контроль исполнения этого закона в Российской Федерации, где руководитель этого ведомства уже несколько раз посетил Дагестан. Дагестан, что он посетил, имеется большая причина. Потому что Дагестан в Российской Федерации проходит как в зоне риска, будем говорить о красной зоне по нарушению. Мы вчера были на совещании, в двух совещаниях я принял участие, в третьем, где глава республики Дагестан проводил, принял глава района по ходу подготовки к единого государственного экзамена. Хочу сразу сказать, единого государственного экзамена в районе идет в режиме в соответствии с законом об образовании, еще раз повторяюсь. И есть очень много нового, есть очень много требований, которые сегодня предъявляют о ходе этой единого государственного экзамена. Вот вчера выступая на онлайн режиме, промыть трансляции, ко всем жителям Российской Федерации, руководителям Соборного Зора Крацов, говорил обо всем, о всех новшествах, и я должен их довести, конечно, и до родителей, и до учеников, и до педагогов. Сегодня впервые проведение единого государственного экзамена, она в режиме с участием технологического оборудования. Если раньше к месту проведения экзамена, к пункту привозили готовые к имени, где указаны и тестовые задания, и так далее, и так далее, там несколько вариантов бывало, сегодня это абсолютно не так. Сегодня все функции сдачи единого государственного экзамена оснащили технологическим новейшим оборудованием, которое оборудование нам поставило в самом месте образования Российской Федерации, централизованного по всей Российской Федерации. Там установили технологическое оборудование, которое, как раньше, провозили спецсвязы, кимы, раздавали, получали ученик, выпускник при сдаче экзамена. Сейчас обратно совсем по-другому. Заходя в выпускник для сдачи экзамена, он получает, тут же распечатывается через технологическое оборудование, ему ким дает задание, он получает задание, сидит, там время то же самое, что так и было, три с половиной часа, четыре часа, смотря какой экзамен, вот он получает, он выполняет задание, тут же идет сканирование, материал пошел по экспертам. Мы не знаем, какому эксперту. ГИДЕ категорически не имеет возможности узнать, кто проверяет вашу работу. Это же и чья работа. И чья работа, и чья работа, абсолютно вы правы, и чья работа. И вот в таком режиме проходит. Есть новшество. Вот раньше бывали случаи, ребенок, сидя в кабине сдачи ЕГЭ, выходил по тем или иным причинам несколько раз в аудиторию. В этом году введено видимость, специальная видимость, где записывается ребенок сколько раз, вышел сколько раз за счет, и продолжительность выхода с этого аудитории. Для чего это делается? Вы знаете, наши дети, они очень находчивые, бывает очень много моментов, хотя на пунктах установлено видеонаблюдение, глушители, ходят наблюдатели и так далее, и так далее. Но находчивость наших ребят имеет границы, чтобы ребенок не пользовал вот этот момент выхода для того, чтобы там списать или найти этот материал. Вот для этого это дело. Хотя, мы проверяем детей и при входе. Вы знаете, иногда честно говоря, мне самому жалко бывать детей. Ну что, мы исполнители, мы исполняем закон, мы его не обсуждаем. Так как до нас доведем, да, исполнители, мы его исполняем. Я это думаю. Ну и до этого, при встрече с родителями, с самими выпускниками, об этом же говорится. Ну, у нас было несколько встреч. Вы догруждаются, я как я понимаю. У нас было несколько встреч с родителями, у нас было несколько встреч с выпускниками. Вот завтра буду смотреть с организатором вторая встреча. Мы это для чего делаем? Ради того, чтобы ребенок не нарушил, он себе вредит. Потому что практически невозможно что-то списать, что-то делать. Вот, продолжая ту же самую мысль, это в видимости, после того, как ребенок сдают экзамен, и он набирает, например, 90 баллов. Это материал идет на перепроверку. Уже идет на перепроверку. Поэтому я обращаюсь в пользу случаям родителям. Еге это не последняя точка в жизни. Надо детей с детьми говорить. Надо работать, надо психо. Если какой-то есть ребенок, не ровно вещь, надо, чтобы с ним психолог работал. У нас есть прекрасный психолог в школе, надо к этому относиться серьезно. Ребенок сам себе вредит. Бывает много попыток, когда, хотя и мы проверяем, заносить телефон, заносить спрогалку. Дорогие родители, дорогие ученики, практически, но невозможно этого делать. Не надо себе портить следующую пересдачу. Ребенок, если попадается с телефона или спрогалку, ему закрыт вход на следующую пересдачу. Он год теряет. А тут, ладно, не сдал, но следующая есть пересдача. Тут можно вопрос решить. Есть очень много вариантов. Мы в этом году, я, наверное, скажу, перейду к вопросу о том, что есть разговоры, что какие-то средства, деньги и так далее собирают на какие-то цели. Дорогие родители, если кто-то вам это предлагает, это человек аферист. Мы вот оставляем телефон горячей линии. Я прямо сейчас вам диктую. 8-928-579-2692. Это мой личный телефон. Если таково есть, пожалуйста, звоните. Обращайтесь в прокуратуру, обращайтесь в ФСБ, обращайтесь в МВД. Мы очень просим, мы, по поручению главы муниципально образования Хасаутовского района, Джамбулата Шапиевича, у нас создана штаб проведения единого государственного экзамена. И конкретные обозначения лица, ответственные за проведение единого государственного экзамена, за это отвечаю я. Вы можете любое время по любым вопросам обратиться по этому телефону. Я вам всегда готов отвечать и попрашиваю еще раз, чтобы вот этих финансовых махинаций, коррупционных составляющих, разговоров не было. Их нет. Вот только что у меня завершилось совещание с директорами образовательных учреждений наших сел. Там тоже этот вопрос был обсужден. Вопрос, перейдя к сдаче ОГЭ, девятиклассников. Этот вопрос тоже мы обсуждали как раз таки на совещании и в Махачкале, и сейчас с директорами. Основные государственные экзамены. Вокруг него очень много вопросов, вокруг девятиклассников. Опять-таки, начиная с поборов, которые имеют много слухов. Есть специальные категории людей в районе, которые хотят дискредитировать систему образования, нашу отрасль и нашу работу. Которые звонят на горячую линию главы Республики Дагестан. Министры образования, правительства и так далее, и так далее. Дорогие родители, еще раз обращаю, что по девятим классам, если у вас есть такие факты, поборов, обращайтесь по этому телефону, обращайтесь в МВД, прокуратуру. Мы вас призываем, мы боремся с этим. Сегодня главой района делается все, чтобы единый государственный экзамен, основной государственный экзамен в районе прошло в рамках закона, в рамках закона, который доведем до нас. И никаких поборов ни в школах, ни за пределы школы, ни родительским комитетом. Если это обнаружится, если у вас есть такие факты, пожалуйста, пишите нам. Почему вы пишете на горячую линию? Потому что эти люди, еще раз повторяюсь, эти люди, которые хотят, навредит вашим детям. Есть такой хадис, не можешь помочь, не мешай, дорогие эти жалобщики, не мешайте нашим детям. По этим жалобам к нам район сегодня направляет десант федеральных наблюдателей. Помимо членов ДЕКа, вот предусмотрен на Хасаевтуцкий район десант общественных наблюдателей, которые и так, оказывается, такое психологическое воздействие на детей. И так вокруг этих пунктов и работники милиции, и работники образования, и наблюдатели, и члены ГЕК. Вы знаете, это действительно психологическое воздействие на ребенка. Он идет, там трясется. Еще по этим жалобам, по этим жалобам, еще в девяти классникам сегодня предусмотрена потеря жалобщикам, которые пишут на горячую линию главы Республики Дагестан, министра образования. И вот такой десант мы ожидаем сегодня. Да, мы хотим помочь нашим детям, эти наши, наши дети, выпускники нашего района. Но я вам скажу другое. Вчера обращение главы Федерального агентства по надзору в сфере образования Российской Федерации Кравцова, было к руководителям региона, другим структурам, руководителям главы районов и городов, что по итогам единого государственного экзамена, основного государственного экзамена, не принимать никакие меры воздействия по отношению к директорам школ, учителям и так далее. Почему? Потому что это личные достижения ученика. И есть закон, который обязывает родителя воспитать и обучать детей. Это личные достижения. Все, что мы могли делать в течение года, учителя сделали. Это совместная должна быть работа. Родитель, учитель. Поэтому мы смело идем на экзамен, и у нас экзамен должен пройти в соответствии с законом. Абла Амагомедович, вот сколько выпускников в этом году сдает экзамен? И вот о графике экзаменов. Вы знаете, количество практически на уровне прошлого года, в прошлом году то 465 выпускников было 11 классов, в этом году 460 выпускников. Общее по 11 классам по ЕГЭ сдают. На уровне. Да, на уровне, да. И по 9 классам по ЕГЭ сдают 2218 выпускников. Вот так оно и было. И первый у нас экзамен, первый экзамен, это иностранный язык, сделан, это 28 числа, география, иностранный язык, ЭКТ, у нас таких заявленных детей нет, в городе Хасаюр, где сдают в одном пункте. А так вообще где будет проходить, в каких селах или каких школах, на базе, в каких школах будет проходить экзамен? Да, у нас ЕГЭ два пункта, КОКРЕК и ОКСАН, два пункта. Это 30 мая первый экзамен, экзамен математики. Это математика, русский язык, у нас есть основные экзамены, остальные выборные экзамены. Эти пункты, еще раз говорю, осношены всем необходимым оборудованием, установлены металлоискатели, установлены глушители связи, видеонаблюдение, установлены генераторы случаев отключения света, установлены биотуалеты, медсестра, все, как что должно быть в пункте, там все сделано. Все организаторы ЕГЭ сдали экзамен в тестовом режиме, и обучение прошло в Махачкале, в институте повышения квалификаций. Даже, вот у нас, я еще в пользу случаях обращаюсь к ученикам, к родителям, к жителям этих сел, в институте расположенных пунктов. К нам прибывают очень много гостей из разных регионов, из российских регионов, это как федеральные наблюдатели. У меня большая просьба. Мы всегда говорим, культура дагестанцев, культура жителей тех или иных сел, относиться к ним вежливо, аккуратно, по-дагестански, гостеприимно. Хотя это делается, но я лишний раз еще хочу напомнить нашим жителям, ученикам, этот вопрос. Вот, скажем, осталось буквально несколько дней, да, скажем, несколько дней осталось. Вот ваши пожелания у учеников? Вы знаете, я, как руководитель управления образованием и ответственным лицом проведения дневного строительства экзамена, я желаю, чтобы каждый ученик, он зашел настроенный, уверенный, он это все знает. Не растеряться, не бояться. И родителям такое пожелание, поговорить с детьми спокойно. Еще раз, это не последняя точка жизни ЕГЭ, его можно пересдавать. С ребенком надо относиться, к ребенку надо относиться с пониманием.